Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в Trader Live Simulator. Отвечая на комментарии под серией, которая была до предыдущей, скажу сразу, я никого смотреть не собираюсь. Если у вас есть какие-то дельные советы, пишите их сами в комментариях. Я не буду посмотреть никаких других людей, которые проходят, мне неинтересно это, понимаете? Во-первых, это неинтересно, во-вторых, это занимает какое-то время. У меня его нет, чтобы смотреть кого-то еще. Мне самому нужно что-то делать, чтобы меня смотрели. Зачем я буду кого-то смотреть? Я понимаю, когда я в тупике, можно что-то посмотреть, как пройти, что пройти. А когда ты прекрасно понимаешь, что тебе нужно делать, а что не нужно делать, то, пожалуй, самое глупое, это брать и смотреть какого-то другого там человека, который записывает эту же игру. Блять, я даже сделал все не то. Чего вы ко мне приставили с этим человеком? Сначала сравнивали, потом теперь пишите, чтобы я его посмотрел. Чего вам нужно-то? Смотрите, если вам нравится. Мы с вами продолжаем играть. Оплату, что ли, автоматом поставим. Сейчас закинем денежку туда и все. Почему он сейчас не оплачивает? Оплачивай. Оплатил? Смотри, оплатил. Оплатил, молодец. Название супермаркета у нас какое? Название супермаркета у нас осталось прежнее, старое. Давай мы его поменяем и сделаем, как у нас было в предыдущей части. В предыдущей игре. Panda. Panda Play Shop. Я почему-то об этом даже не подумал. И давай сделаем какую-нибудь, не знаю, желтую. Желтую. Спасти. Па-па-па-па-пам. Па-па-па-па-пам. Нормально? Ну, так себе, конечно, нормально. Но на черном было гораздо лучше видно. 5.720. У нас накопилось денежек. Я думаю, что нам стоит прикупить акции, да, и машину. Акции и пикап, наверное, купить нам нужно. Хоть они приносят не так много денег, эти акции, но... Как бы... Все-таки эти деньги будут не лишними. Эти деньги будут явно не лишними, и мы... Мы выйдем хотя бы в какой-никакой плюс. А, пикап мы не будем с тобой покупать. Пикап то же самое, что и вот эта машина. От нее смысла нет никакого. Купим с тобой грузовик. Купим с тобой грузовик. И сразу же поедем на нем сначала на ферму. Нет, на ферму вечером поедем. Сначала поедем к джаберу, потом раскладывать товары. Вот. Не буду покупать скутер, потому что он как-то пока еще не нужен мне. Он нужен просто чисто по фану покататься. Нам нужна грузовая машина. Цена и купить. Погнали. 4900 денег у нас. Во! Другое дело совсем. Ни бензин, ни какие-то другие характеристики у него не нужно пополнять. Поэтому этот автомобиль является на данный момент самым-самым оптимальным. Подумал сначала про полки. Думаю, купить полок что ли. Но потом понял, что полки сейчас не так важны. Как я уже и говорил в предыдущий раз. Полки сейчас не так важны. Полки нужны будут, когда мы с тобой будем... Когда мы с тобой будем уже богачами. Богачами. У которых будет куча миллионов долларов. И мы не будем вообще деньги считать. Хоть мы и сейчас их уже особо не считаем. Так как у нас x10 прибыли. Но все же. Нужно экономить. Нужно экономить. И трата на полки, она не является какой-то там... Сверх необходимой. Почему ты не хочешь покупать? Я тебе сказал покупать. Значит покупать. Лепесины. Арбузы. Яблок. Купим еще яблок. Огурцов купим. Тортов купим. Блин, пусть торты тоже будут. Почему нет? Идем в холодильник. Покупаем все из холодильника. Пусть будет все из холодильника, чтобы... Чтобы... Чтобы покупателям не на что было жаловаться. Место даже купил еще. Правильно, блин. Покупай. Мы же миллионеры. Угу. Даже не смотри на то, что цены высокие. Просто покупай. Это в сто раз еще окупится. Пока что я покупаю все по одному экземпляру. Но в будущем, думаю, мы сможем покупать в гораздо больших количествах. Просто пока что мне... Так. Фри. Шоколадное молоко. А, кекс я купил, да? Да, кекс я купил. И большую шоколадную... Молоку. Так. Из заморозки я купил все. Абсолютно все. Из овощей тоже купил с фруктами. Не купил чипсов. Вот этих печенюшек не купил. Вот этих чипсов не купил. Не купил... Кешью не купил, который у меня уже просят покупатели. Говорят, давай покупай, покупай, покупай. Скорей, скорее, скорее. Мы купим. Нам не жалко. Шоколады купим. Еще вот этого купим. Еще. Купим, 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 купим. Вот этого купим. Потому что, почему бы нет? У нас же есть деньги. Мы можем себе позволить купить эту продукцию. Макарошек закупим. Макарошек, наверное... О, чая нет. Чая нет. Значит, мы купим еще и чая. Чая и кофейку. Потому что кофеек тоже, по-моему, кончался у нас там с вами. Ну и давай затарим... Нет, не вот это, а вот... Вот это. И купим, 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 купим. Да и вот этого купим тоже. Почему нет? Мне кажется, мы сейчас с тобой будем просто одну серию. Просто выкладывать товары. Просто выкладывать товары будем. Мы с тобой не выйдем из магазина. Я просто купил все, что было, и все. Почему нет? Правильно, правильно. Угу. Не яблоко, а карт мне нужен. Так. Так, здесь я карт уже не найду, если я так буду близко двигать. Ой-ой-ой-ой. Ничего себе, как ты можешь, конечно, молодец. Но мне нужно без травм выйти из этого магазина. Так, все, да? Все, все. Я собрал все. Загоняем в наш грузовик. И все. И дальше едем просто в магазин в наш. А дальше мы... Дальше мы что делаем? Дальше мы разгружаем товары. Оставшееся время. Сейчас соберем прибыль, посмотрим, сколько у нас там денежка накапало. Есть что, мы можем, наверное, с тобой сейчас затарить еще кур. Хотел акции купить, но на акции у меня уже денег нет. Поэтому уж подождут эти акции. Я думаю, не так они и обязательно. Просто они были бы хорошим дополнением на банковском счете. Как бы на банковский счет бы капало, капало. И для зарплат бы хватало вполне. Просто прям хватало бы. Так, давай мы сгоняем, купим тележку. Потому что разгружать нам нечем. Поэтому едем покупать тележку. У нас есть деньги на эту тележку. Мы не побоимся их потратить. Кстати, да, тележку-то мы сейчас нигде не повезем. Тележка хрен поедет же с нами, да? Зачем я машину с собой, правда, взял, не знаю. Вся глупая была телодвижение, ну ладно. Мужик на красной стоит, молодец. Правда, не на своей полосе, но... Как научили. Думаю, что мы сейчас разбогатеем. Просто вот... Вот эту серию можно будет спокойно называть уже миллионер. Потому что мы сейчас реально вот просто... Сейчас просто разбогатеем. И... Попрут у нас и деньжонки... Ой, не туда поехал. Подожди. Вот туда мне нужно ехать. И задом сдавать в свой магазин. Деньжонки уже прут. Бабличка капает. И... Это не может не радовать. Понимаешь? Это не может не радовать. Погнали за тележкой. Вот так вот возьмем. Ну ладно, два ящика, ничего страшного. Печенье клубничное вот сюда. Шоколад не виноват. Мы его вот сюда поставим. У нас, кстати, была... Была, была, была вот такая вот полочка. Которую мы, наверное, поставим все-таки вот сюда. Пусть стоит здесь. И на ней будет лежать шоколад. Ну, потому что мы можем. Можем себе позволить положить шоколад на полку. К тому же, шоколад... Будет выглядеть гораздо более привлекательно. И люди его начнут покупать. Хоть здесь такой опции нет, но... Что ж поделаешь. Макарошки, макарошки. Мы на шелф... Не на шелф, а на вот это вот... А, ну на шелф, да. На полукруглый шелф поставим. И полукруглый шелф мы поставим давай вот сюда вот. Я не буду восстанавливать свой предыдущий магазин в этой игре. Потому что это прям муторно. С учетом того, что здесь нужно ставить все ровно. А я не буду этим заниматься в этой серии. И в этой игре, в принципе. Ввиду прям этого... Бессмыслия. Это бессмыслица. Расставлять сейчас все ровненько. Потому что... Потому что мы потратим просто кучу времени и денег. Нам нужно покупать товары. Расставлять товары. Чтобы у нас было меньше жалоб. Чтобы у нас было... Вафли. Вафли. А, вафли это в морозилку. Вафли это в морозилку. Кстати, да. Я забыл купить еще один холодильник. Представляешь. Забыл купить холодильник. Но ничего страшного. Мы сейчас купим огромный холодильник. Который у нас до этого стоял. Его должно хватить нам для всех наших нужд. Так что не переживай. Все будет хорошо сейчас. Да, да. Именно туда я хотел поставить. Но не туда же я хочу поставить. Ладно. Ты враг? Или что? Молодец. Криво, косо, но пойдет. Чипсы R. Чипсы R мы будем расставлять вот здесь. Газировочка пусть подвинется. Ничего с тобой не случится. Если ты будешь стоять немножечко дальше. Так. Чипсики вот сюда. Чипсики сюда. Чипсики сюда. Сколько там осталось? Одна осталась. Ну, ой, блин. Вот досада. Ну, ладно. Пусть вот здесь стоит. Долго думать с этим мы не будем. Шоколадное молочко. Это вот сюда. Блин, а вот мебельный-то магазин с доставкой не работает. По-хорошему, блин, взять, заказать себе сюда. Да, холодильники. И что это такое? Ну, это волосы такие у меня. Красивые. Мука. Мука ставится сюда на шелфраундет. Мясо ставится вот сюда, но пока что у нас места под него нет. Молоко также ставится вот сюда. Пшеничное печенье ставится, пока я еще не придумал куда, но вот сюда, скорее всего. Яйца тоже в холодильник. Блин, что-то здесь вообще все в холодильник. Это тоже в холодильник. Соль вот на шелфраундет. Шоколадное молоко тоже в холодильник. Кексы тоже в холодильник. Макароны на шелфраунда. Куки файлы вон туда. Пусть пока там постоят. Ореховый шоколад на шелф тоже, но места уже на нем, конечно, нет. Пицца с овощами тоже в холодильник. Чипсы обычные. Все, не закончилась, ребят, эпоха чипсов на полу. Пусть они вот здесь вот у нас и лежат. Кто переживал, что чипсы будут стоять теперь на полках, вот радуйтесь. Настал их час, они возвращаются на свое исконное положение. Родное место. Это их родное место. Они будут теперь здесь снова жить и радоваться, наслаждаться своим существованием. Кукурузная печенье... Ой, что это такое? Кукурузные хлопья. Я даже не знаю, куда их бросить. Кофе, кофе, кофе у нас вот тут стоит. Кстати, сколько прибыли? 7 тысяч. Блин, 7 тысяч. Погнали, что ли, полок купим. Погнали, купим полок и не будем даже думать над тем, что нам некуда расставлять товары. Как ты считаешь? Наверное, так и нужно поступить. Ну да, 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 именно туда я хотел. Погнали, короче, за холодильником. Пригнали, короче, за холодильником. Сейчас мы выберем все, что нам необходимо. Все, что нам так необходимо. Мы возьмем сейчас, наверное, вот такой вот холодильничек. Сейчас на цены даже смотреть мы особо не будем. Возьмем вот такой вот холодильничек 2. Возьмем вот такой вот багет. Возьмем вот такую вот 2 штуки. Возьмем вот такую вот полочку, наверное, тоже. И возьмем, наверное, вот такую настенную полку еще. И думается мне, что нужно еще один раунд взять. И под консервы взять вот этот, соответственно. И давай тогда еще купим вот всякие вот шу... Нет, все, все, хорош. У меня столько места нет. Хотя, вот, блин, из картона за 175 тут можно было бы купить. Хотя нет, в жопу, не буду. Непозволительная роскошь для нас была раньше. Потратьте столько денег просто за один присест в мебельном магазине. Но отныне такая возможность у нас появилась. Мы, кстати, с открытыми дверями багажниками ездим. И как бы это не классно. Давай поедем посмотрим, что приносят нам куры наши. Потому что... Потому что вот. Потому что они у нас есть и много. В больших количествах. Куры наши. Я же их... Сколько накупил там? Миллион, наверное. 570. Блин, это с учетом того, что они... С учетом того, что их реально много. И с учетом того, что у меня X10 доход. 570 долларов. 57 долларов они мне приносили бы, если бы я играл просто так. А купил-то я их за 50. Я в них слил просто 3... 4... Сколько я в них слил? Много я денег в них потратил. И они просто приносят мне вот эти вот 570 долларов. Это как-то вообще не классно. Надо тогда купить будет коров. И баранов этих овец. Пусть они лучше будут. Хотя, все-таки я от своей идеи заполонить целый загон курами не отойду. Я все же хочу это сделать, но как-то я так понимаю, что не сильно много прибыли они не приносят. Куры эти. И я так понимаю, не особо они от количества дохода этот зависит. То есть, если там... Хотя почему не зависит? Он должен зависеть от количества. Глупо как-то получить. А зачем я задом припарковался, не знаешь? Я тоже не знаю. Я же за мебелью ездил, а не за продуктами. Так, берем, значит, вот эту глупость отсюда. Блин, оно же без полки-то. Ёшкин ход. Ты представляешь, сколько мне сейчас мучится? Угу. Вот, например, вот с этим вот. Кошмар. Просто кошмар. Я сюда хочу холодильник поставить. Потому что здесь он... Единственное место, в котором он стоит очень хорошо. Капец, капец. Просто капец, сколько все переставлять. Ну ладно, уж почти все переставили. Очень много мелких предметов нам придется переставить. По типу вот этой вот зубной пасты. Это... Муторно. Муторно. Кстати, если ты до сих пор не подписался на канал каким-то чудом. Не знаю, как ты меня смотришь и не подписываешься. Это прям какое-то предательство получается. Подпишись обязательно. Прокомментируй этот видос. И... Поделись с друзьями там, что ли. Не знаю, с кем-нибудь поделись. Расскажи там, что есть такой человек, который записывает прохождение игр. И вообще, в принципе, неплохо делает это. Потому что я же неплохо это делаю. Если бы было... Ой, смотри, я забыл вон там наверху снять. Может, оттуда и не достало бы. А на холодильнике порошок нормальный стоит. Стоял бы там и стоял, подумаешь. Блин, уже утро. Сейчас покупатели будут приходить в разруху. Это некрасиво. Это некрасиво. Лардж фридж. Так, давай ставить ларги фридж. Наверное, вот так вот будет хорошо. Да, здесь упирается. И здесь упирается. Здесь особо не видно, поэтому... В принципе, норм. Но относительно всей вот этой вот конетели, это все-таки не очень ровно. Блин, а давай-ка мы его поставим вот сюда вот. Он будет, как-то сказать, в притирку с этим стоять, холодильником или нет? Ну, в притирку-то он будет стоять, конечно. Тут зазора нет. Зазора нет. Позора тоже вроде нет. Вроде ровненько стоит. Смотри, как получилось у меня ровно поставить сразу же. Это гениально. Это просто шедевр. Шедевр просто. Смотри, реально ровно стоит. Ну, может быть, немножечко неровно, но это же не так страшно. Раньше у меня вообще не получалось ровно ставить. Кошмар. Вообще прям так быстро это все произошло. Шелф-раундед. Давай влепим вот сюда вот этот шелф-раундед. Да? Да. И вот сюда поставим... Поставим вот такую вот полочку. Блин, она большая. Она большая. И давай вон тут тогда... Блин, пойдем пожрем. И поставим полку эту. Ой. Забыл. Представляешь про вот эти вот две коробки с продуктами. Как я мог забыть? Как забыть мог? Вообще не знаю. Все. Теперь мы можем бегать. Теперь мы можем прыгать. И жить спокойно. Недолго, но можем. Возьми. Мне нужна вот эта вот... Маленькая... Полка. Мы ставим ее вот сюда. Все? Нормально? Нормально. И вот сюда уже будем все это дело расставлять. Ну, в принципе, вот так вот неплохо смотрится. Вот сюда по-хорошему два больших холодильника нужно было ставить. А то как-то по-убогому выглядит. Да? Па-па-па-па-па-пам. Что придумать-то? Денег-то больше нет? В кассе денег больше нет. Жаль. Ну, вот эту ерундовину мы поставим, как всегда, вот сюда. Вообще, по-хорошему надо было ее, блин, куда-нибудь прихерачить. Просто вот, чтобы она там была и все. Ну... Халки-палки. Стол этот... Памперсы, ткани эти... Блин. Что вот делать нужно? Я что-то засуетился. Подожди. Давай, не будем торопиться. Не будем торопить события. Поставим большую полку вот сюда, настенную. Потому что есть здесь самое место. Во-первых, здесь есть стена. Во-вторых, стена большая. Так что... Так что я не прогадал, мне кажется, с выбором. Вот так, наверное, постоит она. Неплохо? Неплохо. Вообще хорошо. И теперь мы с тобой еще приделаем... Так, вот это что такое? Это под консервы. Вот это просто, чтобы на нее что-то складывать. Это под хлеб. Это под пироги. Это под пироги холодильник, получается. Пироги под холодильник. Холодильник под пироги будет стоять у нас... Хорошим вот здесь вот надо было поставить. Но место уже здесь занято. Ну, давай вот сюда вот его поставим. Блин, а нет. Прилавок, получается. Должен быть прилавок. То есть это должно быть где-то здесь. Блин, ну некрасиво. Я же должен как-то класть сюда. Класть я должен вот через вот эти вот отверстия. А как сюда я должен положить, если здесь такая хрень происходит? Ты не знаешь? Я тоже не знаю. Ну, давай поставим вот сюда. Нет, нет. Мы сюда... Если только вот так поставим... Не, ну для покупателя это, конечно, будет ужасно выглядеть. Хотя мне какая разница, как это для покупателя будет выглядеть. Мне кажется, это и в целом будет выглядеть не очень. Да? Ну да. В целом не очень, но в целом очень. Пусть здесь стоит холодильник этот с тортами. Просто как бы, блин, куда его еще можно присандалить? Чтобы можно было спокойно выкладывать эти торты. Так же, как и было, вот сюда вот поставить, если... И отгородить холодильный отдел от нехолодильного, но... Нет. Нет, я думаю, что торты будут стоять вот здесь. Раскладывать я их буду изнутри. И вообще все будет классно. Так, здесь торта-то не было. По-моему, я его не выкладывал, наверное, да? Нет, не выкладывал. Вот они, торты. Смотри, какая красота. Кто бы мог подумать, что мы купим такой огромный холодильник для тортов? Никто бы не мог подумать. Я сам не мог подумать. А тут хрена, и вон какие деньги собираем. Так, вот этот внутри холодильник, внутри. Ну, в целом пусть вот так стоит. Торт продан. Ничего себе деньжищ. А, middle shelf. Middle shelf мы поставим вот сюда. Вот сюда поставим. Вот сюда вот. И пускай стоит. К нему сейчас еще прихреначим middle shelf. И вот сюда поставим middle shelf. И вообще, вот вообще будет вообще все классно. У меня столько планов, столько планов. Прям не представляю сколько. Large shelf мы поставим вот так вот. Ну, а почему ты не ставишься? Дурил ты. Картонная. Вообще, это продуктовый этот shelf. Поэтому, наверное, мы все-таки вот сюда вот прихреначим. Да? Сейчас какая-то каша получается у меня, нет? По-моему, да. Так, ну давай вот сюда вот пока поставим. В прошлый раз у нас на ней стояла, с одной стороны, химия, с другой стороны, не химия. Вот и давай сейчас вот сюда вот организуем это все дело. Вот сюда поставим. И будет нам, наверное, счастье. Так, large shelf вот сюда. Вот сюда. Я стою ровно, смотрю на середину. И ставлю на пол. Вот так где-то. Да, где-то так. И вроде бы даже не особо криво. Ну, вроде бы. И такую же ерундистику поставим, скорее всего, вот. Вообще, по-хорошему, надо было вот сюда же это дело ставить. Тогда я не представляю, как здесь ходить. Вот сюда же. Вот сюда поставим такую же ерундистику. Пусть стоит. На него будем все складывать. Вы хотели полки? Будут вот-вот полки. Я не знаю, насколько это будет красиво. Просто будет все на полках. Это уже хорошо. Я считаю, что самое главное достижение будет это, когда будет все на полочках. Угу, 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 угу. Я стою посередине. Смотрю на центр. И ставлю ларь. Мне кажется, я чутка не понимаю, где он должен стоять. Тут точно нет. Вот. Вот тут точно нет. Вот если только где-то здесь. Вот так, да? Блин. Что ж такое-то? Давай тогда его возьмем. Как я тот-то поставить умудрился? Что ж такое-то? Я вижу, что сейчас он пересекается. Со стеной. Сейчас не пересекается. Вот сейчас пересекается. Вот так, наверное. Блин, я что-то вровень прям поставил. Кривовато будет. Давай его немножечко поправим. Все-таки нет. Но с мебелью я хочу быть аккуратным. И хочу, чтобы стояло более-менее все ровно. А то это прям совсем уже какой-то беспредел получается. Вот так. Да? Нет, один хрен нужно было глубже засовывать. Хотя нет. Если так смотреть, то не надо было. А если вот так смотреть? А, ну если и так смотреть, тоже в целом-то не прям уж я и... Накосячил. Ну прям, если только совсем чуть-чуть. Ну ладно. Ладно, ладно. Не беда. Просто немножечко кривее. Поставил, скорее всего, либо ту, либо эту. Либо здесь какой-то кривой магазин. Потому что здесь, вот смотри, какой зазорчик. Хотя... Хотя... Ну... Блин, да... Просто я, видать, немножко не настолько глубоко засунул, как вот этот вон тот. Ладно. Не будем мы об этом задумываться даже. Вон на ту поставим химию, вот на эту продуктовую товар. Как ты считаешь? Правильно я делаю или нет? Пиши в комментариях. Обязательно пиши на все, пиши комментарии. Мне очень приятно их читать. Мне очень приятно их листать, смотреть, что там пишешь, что не пишешь. Иногда бывают очень интересные комментарии. Мне их прям реально нравится читать. Так, маслица мы бросим вон туда. Отбеливатель бросим вон туда. Рис бросим вот сюда. Нет, рис мы бросим вот сюда. Вот эту половину. А химозу бросим вот сюда. Нет, 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 нет. Мы бросим химозу вот сюда. С шампуни мы бросим тоже вот сюда куда-нибудь. Не знаю, пока еще не определился, как у меня все будет отстоять. Просто будем расставлять по мере поступления проблем. Просто сейчас эта проблема обвалилась на меня прям большим таким скопом. Поэтому, 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 поэтому. Так вот и получается. Ну-ка, а где маленький отбеливатель? Это же отбеливатель. И это отбеливатель. А вообще по-хорошему тогда нужно было бы поставить его именно вот сюда. Но нет, будем ставить вот здесь. Хотя здесь масло надо... Блин, вместо порошка, наверное, надо будет отбеливатель ставить. Что-то там прям прибыль, по-моему, идет и идет. 5500, а шалеть. Смотри, какие деньги прям на нас капают и капают. Знаешь, сейчас в этой серии, наверное, мы с тобой... Накупим коровок. Блин, я не знаю, что надо покупать. Нужно расставить химию, которую мы с тобой накупили. Мы же с тобой химию-то даже не покупали. Чего я буду расставлять? Остатки вот этой химии нужно расставить. По-моему, я занимаюсь сейчас ерундой полнейшей, но... Ну, а что ж поделать? Короче, вот здесь вот будет все для лица и тела, так сказать. А с той стороны будет такая, знаешь, химия, которая... Не должна соприкасаться ни с чем пищевым. Ни с чем... Не с человеком вообще не должна соприкасаться. Она должна просто быть. Которая моет полы, там, вот отбеливатели вот эти вот все. Стирают которые. Вот это вот будет стоять на той стороне. Нет, чистящие вот эти спреи, это пусть-пусть стоит здесь, потому что это все-таки... Как это сказать? Это, скорее всего, полироль какая-нибудь. I clean glass. Я так понимаю... А, это... Polar beer friendly? А при чем здесь полярные медведи? Непонятно. Че я хотел сказать? Это стекла мыть. А упаковка для мытья стекол. Так что... Вполне она подходит под человеческую химию. А вот эта химия, которая моет унитазы, она ни хрена уже не подходит под человеческую химию. Ее лучше руками, наверное, даже не трогать. Мало ли что, облезнешь. Облезнешь, руки отвалятся еще, пальцы какие-нибудь вырастут новые. Я не знаю, к чему это все может привести. Это... Лишь на свой страх и риск. Угрузные хлопья. Блин, вот здесь вот печенюшки, наверное, надо разложить. Давай заполним вот эту вот сначала полку. Че на ней вообще должно лежать? Я пока сам еще не решил. Поэтому с меня взятки гладки. С меня спрос небольшой. Я человек простой. Еще не придумал, что нужно ставить на эту полку. Поэтому, наверное, будет клубничного печенья куча здесь. Нас же за это не убьют. Правильно я... Правильно я думаю. Просто стеллаж под клубничный печенье. Кукурузные хлопушки. Мы пока еще не знаю, куда поставим. Давай заполним теперь вот это вот шелфы круглые. Ореховый шоколад. Поставим вот сюда. Нет, не сюда. А вот сюда поставим. Мы заполняем полки. Мы не ставим на края полки. Смотри, какая красота. Все идет просто как по маслу. Надо было сразу начинать. Как только... Ну, в предыдущей серии прям надо было начинать. И не париться. Мы бы уже... Ого-го. Ну, не в предыдущей, получается, серии. А в серии, которая была... С новым обновлением. Но когда мы просто играли. Что мы там в ней делали, не помнишь? По-моему, как раз таки покупали животных. Не в таких огромных количествах, конечно, как мы это делаем сейчас. Но все-таки покупали. Нет, кешью, говорит. Нет, кешью не надо, значит, тебе-то кешью. Как говорила одна бабушка известная, он нам и нахер не нужен. Интернет ваш. Так что... И кешью нам ваше тоже не нужно. Мука. Муку поставим пока вот сюда. Блин, муку, наверное, поставим вот сюда. На самом деле, мне нравится. Вот так мне играть нравится. То есть, у тебя есть прибыль, у тебя есть какая-то цель конечная. То есть, скупить там акции всех, скупить машины все, скупить там все, что тебе нужно. Не то, что ты просто сидишь там и задротишь постоянно. Я просто покупаешь товары, продаешь товары, покупаешь товары, продаешь товары. И 150 миллионов часов их выкладываешь. Это... Как меня это вымораживало. Сейчас мы с тобой дошли до такого момента, когда у нас прибыль течет речкой. 13 тысяч долларов. У нас не было никогда больше 10 тысяч. Никогда не было. Нет бургеров. Ну и не надо, значит. Чего вы представились с этим бургерами? Видите, я один работаю. Опа. Писать наш главный герой хочет. Это не к добру. Да по писать нам нужно добежать. Пойдем добежим. Неплохо все у нас получается с тобой. Я бы даже сказал, гораздо лучше, чем могло бы получаться. Еще 1000 долларов. Итого у нас аж 14794. Это очень большая сумма. По сравнению с тем, что было у нас раньше. Бросим вот это все дело вот сюда. Не, не прям сюда, а вот сюда. Нет, не этой стороной, а вот этой. Красивой, цветочной. И пойдем заполнять холодильник. Так, вот это вот для молока. Вот это для шоколадного молока. Вот это шоколадное молоко будет стоять вот здесь. Охренеть, прямо из рук вырвали. Видать, он там стоял в очереди с самого утра и ждал, пока мы выстоим это шоколадное молоко. Другого объяснения я пока не могу придумать. Бургеры. Бургеры у нас будут стоять где-то, наверное, вот здесь. Ну, это а-ля вот такие вот упаковочные, как-то сказать, быстрого приготовления продукты. Они будут стоять, скорее всего, вот в этой вот ерунде. А вот здесь будут морепродукты и пицца. А здесь будут вафельки, бургеры, картошка и все такое. Главное, самому не забыть, что я сейчас напридумывал, поэтому надо было бы записать, но я очень ленив для этого. Не буду записывать, сам запомню. Яйца зачем-то я достал, не знаю. Тогда положим вот сюда пока что. Ну, неплохо, неплохо. Давай яйца теперь класть. Почему-то так спонтанно я решил, что они именно здесь будут и стоять. Возможно, они не хотели здесь стоять, но я решил, что будут. Кексы будут стоять вот здесь. Молоко будет стоять, как я уже говорил, вот в этой вот в этом стеллаже, в этом ряду. Офигеть, сколько молока можно выставить просто в один, в одну ячейку. Мясо мы положим, скорее всего, вот в этот вот вниз, в самый быстрого приготовления вот этих продуктов. Потому что больше его еще особо некуда будет... Больше его некуда определить. Блин, ты что, серьезно? Ты не помещаешься? Это нехорошо. Это не здорово. Это совсем не круто. О, спасибо, ребят. Как я без вас жил. Что ему мешает тут стоять? Видать, что это мешает, раз не стоит. Угу. Как раз поместится целая коробка. Ну, у нас же купили одну штуку. Правильно? Правильно. Блин, чтобы одна коробка вместилась, нужно постараться. Вот так и вот так. Отличненько. Мы сейчас уже с тобой скоро будем заканчивать. Все речи-то уже очень долго, по-моему, идет. Хотя... Хотя... Не, ни хрена, не долго идет. Она нормально идет. Самое оно. Просто мы пока с тобой сейчас тут раскладываем товары. Там уже денег, наверное, накапало. Еще тысяч пять. И мы уже в скором времени купим все акции, которые у нас только могут быть. И денег у нас будет еще больше. А это все еще, учитывая тот факт, что у нас не все куплено для магазина. То есть не все фичи нашего магазина раскрыты. То есть у нас там, по-моему, отчечной... Эта ерунды нет. Автомата торгового тоже, по-моему, нет. Как бы столько всего не куплено, а такая прибыль огроменная. Магия. Магия. Теперь это обновление мне нравится. Теперь мне это обновление нравится. Но, если играть на нормальном уровне сложности, это прям реально задротство. Это прям реально задротство. Ты просто сидишь и играешь. Ну, ты сам видел, что я тебе рассказываю. Яблок надо бросить, чтобы... Если что, вдруг... Арбуз... Арбуз мы тоже... А, арбуз мы как раз и выкладываем на стол, потому что он здесь умещается. Угу. Опа. Опа. Отличненько. Нет йогурта, но я его не покупал. Уж извини. 5,690. 20 тысяч у нас. Я, йогурт, я покупал. Чё ж я такой ему наговорил-то? Покупал. Ну, смотри, у нас уже и рейтинг магазина подрос. Почти что полный. Но уже больше половины это явно. Так что... Осталось всего ничего, и у нас уже будет полный рейтинг. Фарм раннинг каст 228 долларов. Чего? Это, типа, принесла мне ферма или что? Чё-то странно. 228 долларов это очень мало. Мне нужно гораздо больше. Или это сейчас потерял, или что? Что значило это сообщение? Мне непонятно. Морепродукты. Ведро для мороженого. Мороженое, кстати, где-то, где молочка должна стоять. Ну, здесь где-то. Ну, возьмись ты. Не хочется ставиться. А мы поставим. Потому что мы можем. Потому что мы хотим поставить туда. Чай, чаёк, чаёчек. Поставим вот сюда. Большие коробки мы как раз-таки вот сюда и поставим. Это чтобы было, короче. Я просто поставил и не буду сейчас это расставлять. Ещё 1400. Офигеть. Просто, просто классно. Сейчас мы сгоняем акции и закупим. Которые стоят 5000, по-моему. Так, у меня... А, это просто стамина кончилась. Акции закупим. И на этом, наверное, закончим. Сейчас только расставим вот эти вот коробки в холодильник. И поедем за акциями. Жалко, здесь ещё не наладили этот интернет. Так сказать, с помощью которого можно было бы приобрести акции, не выезжая из нашего магазина. Наверное, это было бы уже совсем наглостью. И так уже с доставкой можно всё заказывать. А тут ещё интернеты. Так, почему всё потемнело? Это, ну, вроде бы не из-за того, что свет отключили. Просто так. Просто так дети балуются. И гасят мне свет. Две штуки осталось. Давай наверх бросим. Отлично. Ну, смотри, у нас уже прям, прям хорошо. Так, а какие ещё коробки остались? Остались вот овощи, фрукты, все дела. Чаёк. Давай чай разложим. Давай вот эти вот коробочки закончим всё-таки. И тогда уже можно заканчивать серию спокойно. А то что-то как-то прям среди дороги бросим и всё. Нехорошо получится. Куки файл, пшеничное печенье. Пшеничное печенье мы положим на следующий стеллаж. Наряд выше просто. И чтобы вот люди брали сначала чай или сначала печенье, а потом чай. Это же красота, когда у тебя чай с печеньем рядом. А то ходи, ищи по этим магазинам эти чаи с печеньями. Чай в одной стороне, печенье в другой стороне. Что? Что где лежит у них? Непонятно. Каждый день ещё переставляют что-то. Зачем переставлять? Я только привык к этой раскладке. Они опять переставили. И хочешь как бабку бубнишь, 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 бубнишь. А они на тебя смотрят как на дурака и говорят. Блин, тебе хрен да ни хрена. Молодой совсем, а бубнишь. А ты им говоришь. Ой, окаянные переставили всё это. Теперь неудобно. Очки дом забыл. Ценников не видно. А и всё такое, короче. Ну чё я тебе объясняю? Ты такой же. Ты такой же. Ты сам так же ходишь. Наверняка. По магазину. И бубнишь, и бубнишь, и бубнишь, и бубнишь. Все мы чем-то недоволены по жизни. Что поделать? Жизнь такая. Да? А может это я такой просто. Хожу и бубню. Всё. Так. И вот этих вот ерундовин тоже. Шоколадки эти положим. С тобой. Чтобы они у нас лежали. Никому под ногами не мешались. Чтобы они у нас с тобой. валялись не просто так, а с чувством, с толком, с расстановкой. Денежища у нас хоть жопой уже. Мы сейчас можем заказывать вообще целый магазин. И уйти отсюда аж целый... Наверное, на целых часов пять. Чтобы товар, так сказать, продавался. Кукурузные хлопушки. Кукурузные хлопушки мы можем, наверное, сюда вот поставить. Можем? Да, можем. Только зачем они здесь? Есть печеньки и сладкое всё вот здесь. Не знаешь? Я тоже не знаю. Наверное, ты поставим его... Эти кукурузные хлопья вот сюда. Какая-то каша получается у меня в магазине. Непонятная. Я вроде сначала вот так отсортировал, потом вот так отсортировал. Ну а чё? Магазин мой? Мой. Как хочу, так и делаю. Ни хер поспоришь, правильно? Правильно. Угу. Угу. Ой. Вот сюда. А это мы поставим вот так. И поехали за акциями, которые у нас ждут, не дождутся, когда же мы их купим. Так, помыться нужно. Помыться у нас в ванной только, да? Помыться мы с собой не взяли. Так, у нас ещё целых... Целых несколько полок. Так, давай подумаем, куда бы их можно было поподставить. Вот эту ерундовину можно будет заутбросить. Почти как на произвол судьбы, но... А что ж поделаешь? Зачем, правда, здесь вот этот полк нужна, непонятно. Но она есть. И это хорошо. От таких полок никому хуже не бывает. Прибыли больше нет. И чё-то я ещё хотел сделать. Чё-то я хотел сделать. Это вот я хотел поставить, но пока рано. А, хлебную эту, приблуду. Поставим её вот сюда. Пускай стоит, радует всех своим видом. Даже ровно, посмотри-ка. Ага. Закрываем и поедем на грузовике. Ввиду его экономичности. Ну что мы, застрелить на чём? Ну, я за дерево зацепился. За дерево зацепился и кузов весь продрал. А машина не моя, мне всё равно. Как бы... Делов-то. Починят, кто-то починит. Кто-то починит. Кому нужно будет, тот починит. А кому не нужно, тот и чинить не будет. Машина едет и едет. Вот и хорошо. У меня сейчас есть огромный соблазн накупить кур на эти деньги. Но я этого делать не буду. Потому что, просто потому что, просто потому что я понимаю, что это какая-то бесполезная затея пока что. Пока что бесполезная затея. Обязательно мы в какой-нибудь серии закупим курей этих миллион штук и... Тормози. Тормози. Молодец. Почему у меня стамина-то пропала? Что случилось из стамины, пока я ехал на машине? Мужик? А, 7К. Ну и ладно. Угу. Вот, вообще развернулся, мастерски. Теперь мы едем домой. Или не домой. Погоди. Мы домой не едем. Нам уже домой ехать не к чему. Мы просто-напросто сейчас едем в магазин, сохраняемся и прощаемся. Ведь акции мы с тобой... Блин, на ферму не заехал. Ну и ладно. На ферму заедем позже, когда будем покупать кур в огромных количествах. А пока... Пока что просто обойдется это все. Блин, помыться уже нужно. В итоге я проснулся с грохотом просто... За окном, и моя машина куда-то отправилась. А знаешь, почему грохот произошел? Потому что грузовик я припарковал рядом с домом. А моя машина каждый день появляется именно около моего дома. И сейчас она отправилась в самостоятельное путешествие. Видимо, в магазин. А если я в нее врежусь, она поедет дальше или нет? Мне кажется, здесь нет такого. Есть! Смотри-ка, здесь физика что ли переделали? Здесь можно толкать машину. По-моему, раньше можно было только... Не знаю, ее... Об нее споткнуться. Блин, зря я это сделал. Похрен мне на эту машину. Она все равно бесполезная. Смотри, она обратно поехала. Класс. Пусть путешествует. Мы будем кататься на этой. Едем сохраняться. И прощаться. Правильно? Правильно. Уже первая прибыль. Вон, подоспела. Аж 700 долларов. Офигеть. Сохранить игру. И... И-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Давай купим еще вот эту вот всю ерунду. Пусть стоит. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал. Обязательно прокомментируй. И поделись видео с друзьями. До встречи в новых сериях. В новых видео. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok